Приветствую вас. Я думаю, что давать оценки того, правильно ли вы поступаете, ну вот, в контексте своего молодого человека, именно давать оценки, было бы не совсем этично, не совсем правильно. Потому что, в конце концов, вы сами вольны решать, как вам делать, что вам делать, как поступать и так далее. Вопрос заключается в том, какие у вас цели. То есть, иными словами, если вы хотите молодого человека своего удержать, да, то есть, если вы хотите с ним быть вместе, ну вот, то, конечно, говорить подобные вещи не стоит. То есть, не стоит ставить ему условия какие-то, да, потому что условия это давление полина, а мужчины, они давление, ну, не любят никак. Вот. И по этой причине, я думаю, что именно давить, именно давить на человека, вам, ну, не стоит именно давить. То есть, если он выбирает, если он обманывает вас, значит, у него есть какие-то свои проблемы действительные. Вот. Это значит, что он может, может быть, может быть, не готов быть с вами в отношениях. Это так. Вот. Вот. Но ставя ему условия, вы себя показываете не с самой лучшей стороны. Потому что мужчина уже чувствует, мужчина уже чувствует, как вы ведете себя в, ну, конфликтных ситуациях. Вот. И вас это не красит. То, что происходит. То есть, ставить условия, это родительская позиция, это не позиция взрослого, и это самое главное, не принятие мужчины. Хотя, формально он вам плохого пока что ничего не сделал. Ну, формально. То есть, то есть, ну, провел он время с девочкой, да. Ну и что, вам он не сказал об этом. Да, это плохо. Безусловно. Это плохо. Но нужно понимать, что он, может быть, не сказал вам как раз по этой причине. По той причине, что вы, например, ну, не поймете его, и оказалось, что он прав. Поэтому здесь нужно исходить из того, что вы хотите, что вам нужно. Вот. Знаете, здесь нужно исходить именно из того, что вы сами для себя считаете актуальным для, ну, вот, для вас. Еще раз повторю. Молодого человека вы не удержите условиями. Молодого человека вы не приблизите к себе подобными постановками вопросов. Вот. Вот. Мать. Поэтому я думаю, я думаю, что если вы хотите его удержать, то все-таки условия ставить не нужно. Вот. Хочет он, там, общаться с другой девочкой по какой-либо причине. Пусть общается. Это его право. В конце концов, если он действительно переедет в ваш город, то ни о каком общении речи уже идти не будет. Вы же это сами понимаете. Вы сами отдаете себе, наверное, в этом отсчет. Вот. Так что, тут вот так. Дальше, дальше, дальше идем. Он, значит, просил прощения, но общение с ней не прервал, да. Она до сих пор в его контактах, в соцсетях. Он и не должен, Полину, он и не должен удалять ее из соцсетей. Понимаете? Какая история. Вот. Потому что это его право. Это его личное право, с кем общаться. Общаться ли ему, с кем-то не общаться. Это его право. И вы либо принимаете это право, да, либо нет. И получается, что вы, если вы не принимаете его такое право, то, может быть, вы и его целиком и полностью не принимаете. Вот. Так, тут ваши ожидания, что он, удалив девушку из контактов в соцсетях, избавится от проблем всех, которые, ну, имеют место, например, между вами. Это в высшей степени наивно. В высшей степени наивно так полагают. Потому что его потребности, которые, которые вот у него есть, да, его потребности останутся, они никуда не денутся. И вы, опять же, если ориентированы на молодого человека своего, то вам нужно больше уделять внимание его желаниям. То есть тому, чего он хочет. То, что ему нужно. Вот. Понимаете? И вот тогда, когда у него не будет повода искать общение на стороне, да, когда у него не будет, ну, потребностей, когда у него не будет стимула общаться с кем-то, тогда вы уже и сможете понять, ваш этот человек или нет. Ведь общение по скайпу и по телефону это все-таки не живое общение. Вот. И тут, конечно, очень важно именно субъективное ваше отношение к тому, что вы общаетесь на расстоянии. То есть какие у вас, значит, ну, какие у вас обстоятельства сподвигли на то, чтобы общаться с мужчиной именно на расстоянии. То есть чего вы ожидали от этого, чего хотели, на что рассчитывали. Вот. На мой взгляд, это важно. Вот это все важно. Если вы хотите действительно отношение удержать. Если вы хотите действительно сохранить, ну, отношение с ним. Сладим человеком. Сладим. Вот. Дальше. Вы обиделись на него. А обида это ваша... Реакция на неоправданные ожидания. То есть вот, я чего-то хотела, да, я на что-то рассчитывала, я чего-то ожидала, вот, а по итогу этого не произошло. Я обиделся. Но чего вы ожидали? Чего вы хотели? На что вы рассчитывали? Чем обусловлены ваши такие желания были? Вот. Это необходимо исследовать. Это необходимо изучить. Для чего? Чтобы лучше понять вас. Чтобы лучше понять, что вы о медведи. Какие у вас потребности. И чтобы вы не возлагали на мужчину ответственность за то, чего хотите именно вы. Что является заведомо деструктивной моделью поведение. Вот. Знаете? Ну и просто сами подумайте, как выглядит обстановка условий, да, как выглядит то, что вы ставите условия мужчины. Вот. Просто подумайте, как это выглядит. На что это похоже. Вот. Делают ли это так люди, которые любят друг друга, ну, у которых есть симпатию. Вот. Вы можете, конечно, сказать, что разве люди обманывают, там, ну, которые вот любят. Вопрос обмана, вот вы говорите, что он вас обманул, да, вопрос обмана. Был бы актуален, если бы вы встречались, эм... Усевую, с ним. Вот. А так вы просто решили для... решили для него, за него решили. Что ему достаточно того, что... Ну вот, того, что вы ему даёте, а это не так, мужчины могут быть своими желаниями. Вот. Кроме того, да, действительно, сегодня она просто попруга, а завтра она может стать кем-то ближе, это правда. Вот. Но то, что у вас есть такие мысли, свидетельствует скорее о том, что вы в себе сами не уверены. Понимаете? Вот. А не то, что это возможно, ну, их сближение. Понимаете? Если вы не уверены в себе, то, соответственно, а может быть, в себе не уверены, вас, точнее, не уверены и мужчины. Ведь это же чувствует. Если вы не уверены в себе. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что так. Я думаю, что так. Если вы преследуете цель, значит, чтобы было всё по-вашему, да, то есть, ну, если вы хотите, чтобы отношения у вас были именно такими, как вы хотите, то в таком случае вы поступаете правильно. В плане того, что вы отвергаете то, что для вас неприемлемо. Вы считаете, что для вас неприемлемо? Вы это говорите. Это нормально. Вот. Вот. Но в норме, в норме неприемлемо может быть только то, только то, что оскорбляет, напрямую оскорбляет. Понимаете? Вот. А прямого оскорбления вам как такового нет. Вот. То есть, ну, вот в плане именно отношений. Он вам не сказал о том, что встречается с другой девочкой, но не сказал именно потому, что знал, какая будет реакция. Не сказал потому, что ему, может быть, хотелось просто женского общения, женского общества. И если вы их ориентировали на человека, а не на себя в отношениях, то я думаю, что вы все-таки будете ориентироваться на то, что человек хочет, что человеку нужно. И стараемся либо дать ему это, то, что нужно ему, либо просто отношения может быть завершить. Но не ставить условия, то есть, по сути, не манипулировать, и не ставить себя выше его. При ориентировании на человека это недопустимо. Недопустимо. Вот. Ну и ваши обиды, ваша неуверенность в себе это то, что есть у вас, и это в определенной степени то, что я бы рекомендовал вам воспринимать, как что-то объективное. То есть, не связанное с молодым человеком напрямую. То есть, это, знаете, не он обманул вас, потому что он может делать то, что он хочет, а это вы. Вы чувствуете себя обманутой. Вы почувствовали себя обманутой, потому что вы ожидали чего-то другого. По какой причине? Понимаете? Если чего-то для себя, то это невротические отношения, к сожалению, которые вам, ну, в любом случае будут нести какой-то негатив. Потому что даже если молодой человек удалит, там, эту девочку из своих друзей, да, то все равно вы-то будете, вы будете подозревать его в чем-то еще, в чем-то другом. И вряд ли это действительно что-то хорошее для вас. Вот. Поэтому, я думаю, что вот так, значит, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.